Продолжение следует... И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 18 по 20. Услышав, что Иоанн Креститель отдан под стражу, Господь оставил Иудею и удалился в Галилею, презренный край Израильской земли. При море Он увидел двух учеников пророка, братьев Петра и Андрея, и сказал им, «Идите за мной». Святые отцы усматривали особый смысл как в неискусности первых апостолов, так и в их кровном родстве. Так преподобный Исидор Пелусиот полагает, что призвание братьев имело сокровенный смысл. Так Спаситель в самом начале хотел показать, что всех учеников своих ему угодно привести в союз братский. Отвечая же на вопрос, «Почему были выбраны немудрые», блаженный Иероним Стридонский указывает на промыслительность, чтобы никто не думал, будто вера верующих происходит не от силы Божией, а от красноречивого и последовательного изложения учения. Святые отцы дают ответы и на другие вопросы. Например, вопрошая, «Отчего апостолы так скоро и охотно пошли за Христом?», святитель Феофан Затворник говорит, «От того, что увидели лучшее. Таков уж закон у нас в душе, что узнав и вкусив лучшее, она отвращается от худшего и бросает его». Тут совершается то же, что потом Господь изобразил в притче о сокровище, сокрытом на селе, и о бисере многоценном. Это сокровище и бисер, вера в Господа и общение с Ним по силе веры. Иисус Христос вышел на проповедь в Галилее близ Генесаретского озера. Евангелист Матфей не сообщает нам, где именно. Более полный рассказ содержится в Евангелии от Луки, глава 5 стихи с 1 по 11. Это было в Капернауме. Капернаум был промышленным и торговым центром Галилеи. К нему шло множество дорог от других израильских городов и даже от Финикии. Так что туда стекались толпы людей, из которых многие приходили послушать проповедь Иисуса Христа. Евангелист Матфей назвал Генесаретское озеро морем. И в третьем веке его за это высмеял неоплатоник Порфирий. Как небольшой водоем, имеющий в длину всего 21 километр, и не сообщающийся с мировым океаном, может называться морем. Но апостол следовал библейской терминологии. Ведь сам Господь, творя мир, назвал собрание вот морями. Бытие, глава 1 стих 10. Галилейское море упоминается еще в Пятикнижии Моисея под именем Кеннерет, в эллинизированной форме Генесарет. Во времена Иисуса Навина вокруг него жили ханаанские цари, которые выступили вместе с Иавином, царем Ассорским, против Израиля, но были разбиты на голову. В современности Христа вокруг Генесаретского озера, или Тивердиадского, по имени города-резиденции Ирода, Антипы, были мирные и плодородные земли. Само озеро имело чистую и приятную на вкус воду, обычно было тихим и спокойным, но изредка, в любое время года, из-за штормового ветра на нем поднимались бури, волны которых достигали огромной высоты. Озеро и по сей день полно рыбы. Это природное богатство было предвещено еще Моисеем. «Нефалим насыщен благоволением и исполнен благословение Господа. Море и юг во владении его». Второзаконие, глава 33, стих 23. Во многочисленных городах и селениях Генесаретского побережья трудились рыбаки, ведь рыбная ловля была важнейшей частью экономики. Свободного рынка тогда не было. Ирод Антипа контролировал цены и устанавливал налоги и пошлины. Хотя у рыбаков могли быть крупные лодки, а в дни удачной ловли они нанимали паденных рабочих, чтобы управиться с уловом, в целом жили они небогато, хотя и лучше, чем крестьяне, а большая часть их дохода шла на роскошь Ирода и других галилейских вельмож. Ловили рыбу они с помощью льняных, папирусных или пеньковых сетей, которые узким концом привязывали к лодке, а широкий конец погружали в воду с помощью грузил. Сети днем были заметны для рыбы, поэтому рыбаки забрасывали их на ночь и спали в лодках. Ночью температура воздуха над озером опускалась не слишком низко. При раскопках были обнаружены грузила, подобные современным, но сами сети и веревки тех веков истлели. К числу простых тружеников принадлежали Андрей и Симон, названный Петром, сыновья Ионы. Из книги «Деяний святых апостолов» глава 4 стих 13 видно, что эти люди были не книжными, то есть они не учились в раввинских школах, хотя начальное образование они могли получить, как и большинство иудеев. Итак, они не имели престижа в обществе, не были великими аскетами, но Христос знал, какой духовный плод принесут они благодаря пылкой вере. Этикет того времени требовал, чтобы ученик раввина буквально шел сзади него. Но обычно ученики сами избирали раввинов, а Христос сам избрал Андрея и Петра и произнес слово со властью «Идите за мною». Книжники и фарисеи не могли дерзнуть на это, но так действовали пророки, говорящие от лица Божия. Третья книга царств, глава 19 стихи с 19 по 21. А здесь был Господь пророков. Иисус Христос требует от апостолов не только пассивно внимать его проповеди, но и активно ей содействовать. «Будете ловцами людей». Эта метафора взята, очевидно, из самих житейских обстоятельств, но встречается и в Ветхом Завете. «Вот, я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их». Книга пророка Иеремии, глава 16, стих 16. «Однако пойманные не жертвы, а спасенные. Господь ловит их, чтобы они вошли в Царство Небесное». Итак, этот отрывок Евангелия от Матфея учит нас не презирать людей, кажущихся незначительными, ведь сам Господь воззрел не на внешность, а на сердце призванных им учеников. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова